Когда мы получаем большое благословение, дьявол приходит тут же и пытается украсть у нас это. Поэтому, ну, держите это. Держите еще. Леша, скажи что-нибудь. Этот человек тоже не знал, куда ездить. Тот же человек. Слышь, что не знал, куда идти. Он еще даже ни разу в церкви не был. Не то и бил на церкви, не то видишь. Я в церкви второй раз. Здравейте на всички в церкви, сам за второе. Да, на самом деле, было очень неожиданно. Было неожиданно, что меня вообще туда пригласят. И когда я туда приехал, первое у меня впечатление было, я опять снова попал в армию. Что происходит? В казарму. Да, это было невероятно. Были классные впечатления. Были очень интересные люди, интересные конкурсы. Мне больше всего... А, это же нельзя рассказывать. Ну, вы меня позвали, я сейчас все расскажу. Для меня было откровением, когда выступала пастор Ирина Ким. Куда ты излезаешь пастор Ирина Цой? Она как бывший психолог. Так, это бывший психолог. Она занималась терапевтической деятельностью. И для нее тоже в один момент было открытием, что Бог его благословение, оно может выполнить намного более сильную терапию, чем двухсотлетняя психология. И когда я это услышал от нее, для меня это действительно было очень сильным открытием, потому что я начал после этого соображать, думать, думать, думать. Ведь действительно есть высшая сила, которая может исцелять те вещи, которые не может исцелять. Прочтадали деятельность. Какую-то не может исцелить психолог. Вот. Ну, вот так вот я и живу последнюю неделю. И так Ася живее последнюю последнюю неделю. Пожалуйста. Спасибо.